Музыка До начала моей миссии в Украине я не бывал в Киеве. За два года, что я здесь, я убедился, что это очень красивый город с древними и прекрасными памятниками архитектуры, а также классическим духом модернизма, который характеризует все современные крупные города. Я посещал Киевские монастыри, Святую Софию, Киево-Печерскую лавру, Михайловский собор. Это действительно прекрасные места. Кроме того, я бывал на нескольких концертах и остался приятно удивлен вниманием киевлян к культурным событиям, музыке, произведениям искусства. Моё впечатление о Киеве и его жителях самое положительное. Это большой, современный город, который умело сохраняет своё благородное прошлое. Кроме столицы и её пригородов, я бывал во Львове, Ивано-Франковске. Однако моё свободное время весьма ограничено, ведь работы очень много. Необходимо организовать много событий. В 2016 году Мальтийский орден отметит 25-летие деятельности наших структур в Украине. Мы начали деятельность в Украине в 1991 году, организовав Мальтийскую службу помощи. С этого времени было реализовано много важных проектов. Кроме того, в будущем году мы отпразднуем десятилетие установления дипломатических отношений между Украиной и Мальтийским орденом. В 2016 году состоялся первый визит великого канцлера Мальтийского ордена в Украину. Великий канцлер – это наш премьер-министр и одновременно министр иностранных дел. Во время этих встреч обсуждались важные темы, и был заложен фундамент соглашения о сотрудничестве, над которым мы сейчас работаем вместе с Министерством иностранных дел Украины. Для нас это особенно важно, поскольку таким образом мы сможем упростить реализацию нашей гуманитарной деятельности в Украине. В частности, ее выполнение направлено на то, чтобы наши структуры могли продуктивнее осуществлять гуманитарные проекты, оказывать помощь тем, кто переживает различные кризисные ситуации. Главные люди, для которых мы работаем, – это больные и нуждающиеся, дети и сироты. Хочу отметить, мы не вмешиваемся в политические стратегии украинского правительства. Это не является нашей задачей. Наоборот, мы очень ценим усилия, которые украинские структуры предлагают в реализации реформ, в том числе в медицинской сфере. Если говорить о событиях на Востоке, то там, безусловно, необходимо определенное вмешательство, в частности, мониторинг. Это один из вопросов, которые мы обсуждали с украинской стороной. Он необходим не только для проверки местонахождения переселенцев, но также для непосредственной работы с ними. В этой связи, одним из пунктов сотрудничества с Украиной может стать обмен информацией и координацией ресурсов. С июля 2015-го Мальтийский орден реализует важный проект на Востоке Украины, а именно – организацию семи центров психосоциальной реабилитации. Деятельность центров направлена на помощь людям из кризисных территорий, которые полностью ощутили на себе сегодняшнюю тяжелую ситуацию. В центрах работает квалифицированный персонал, их насчитывается около 80 человек, а также еще около 500 квалифицированных волонтеров. Уровень этих центров в полной мере соответствует высоким международным стандартам, в частности, требованиям ООН. Согласно нашим подсчетам, помощью наших центров психосоциальной реабилитации уже воспользовалось около 4 тысяч человек с Востока Украины. Наша помощь обязательно охватывает и детей, которые живут на кризисных территориях. Мы подсчитали, около 25% из них переживают сильный посттравматический стресс и, соответственно, нуждаются в помощи. Кроме того, важно, что мы предоставляем помощь в непосредственной близости от зоны конфликта. Целью другого проекта является распространение культуры первой помощи. Мы организовали соревнования «Маневры спасателей», которые состоялись в Берегово в начале сентября этого года. Это стало важным этапом масштабной программы, которую мы начали уже больше года назад. Речь идет о программе обучения первой домедицинской помощи. Проект реализован в рамках программы Министерства иностранных дел Польши совместно с Мальтийской службой медицинской помощи и Мальтийским орденом в Польше. Это международный проект. Спасатели научились использовать медицинское оборудование непосредственно на месте происшествия. Большое значение имело то, что участие в проекте принимал квалифицированный медицинский персонал, парамедики и волонтеры. Участниками соревнований стали 16 команд тех городов, где присутствует Мальтийская служба помощи, а именно Берегово, Ивано-Франковск, Львов, Киев, а также команды из Польши и Венгрии. Это действительно были соревнования. Но целью было не столько выиграть или проиграть, сколько проверить совместными усилиями усвоенное знание. А самое главное – изучить стратегии для возможного увеличения присутствия спасателей на тех территориях Восточной Украины, где это необходимо. В рамках проекта мы моделировали различные ситуации несчастных случаев, не только для кризисных ситуаций, но и при обычных жизненных трагедиях. Кроме этого, мы охватили регион Черниговщины и выбрали детей из бедных семей, инвалидов, детей-сирот. И Орден сделал все возможное, чтобы эти дети смогли сменить картинку и провести свои каникулы в другой стране. Италия, как известно, имеет большие традиции гостеприимства. И также в этом случае гостеприимство, предоставленное украинским детям, было на высоком уровне. Дети себя прекрасно чувствовали. Они проживали в итальянских семьях и имели возможность попробовать поговорить на итальянском. В целом, маленькие украинцы много общались и весело проводили время вместе в кругу итальянцев. Я знаю об этом от сопровождающих их лиц. Сегодня выражение «гуманитарная дипломатия» получила очень широкое употребление, а Мальтийский Орден сделала его фактически своим лозунгом. Гуманитарная дипломатия играет важную роль в основном в кризисных ситуациях. В социальных, политических, различных конфликтах. В понимании Ордена такая дипломатия нацелена в первую очередь на предоставление гуманитарной помощи. Речь идет в первую очередь не только о помощи в логистике или благотворительной деятельности, но также охватывая деятельности юридического характера. Например, обеспечение и регулирование соблюдения прав человека, особенно прав незащищенных лиц. Поэтому приоритетом наших дипломатических миссий Амальтийский Орден имеет 106 посольств по всему миру, является обеспечение и гарантирование гуманитарной деятельности Мальтийского Ордена в мире. Сегодня это трудно представить, однако Орден является настоящим государством. Кроме Европы, Орден присутствует в Азии, Африке, Америке и имеет статус постоянного наблюдателя при ООН и представительства при Европейском Союзе. История Ордена насчитывает более 900 лет. В прошлом власть Ордена распространялась на остров Родос, впоследствии было доминирование над Мальтийским архипелагом. Таким образом, Орден всегда признавался международным сообществом как суверенное государство. Это признание сохранилось даже тогда, когда Орден потерял право на владение своими территориями после завоевания острова Мальта Наполеоном и перенес свой двор в Рим. Глава нашего государства, князь и великий магистр, избирается пожизненно. Существует генеральная капитула, это Верховная Ассамблея Рыцарей Ордена, которая призвана выбрать правительство Ордена. Существуют также контролирующие органы, счетная палата, наши магистральные суды и другие правительственные структуры, численность которых, конечно, отличается от привычных государственных структур. Однако, в целом, конституционный строй нашего Ордена похож на другие страны. Мальтийский Орден открыт миру и не устанавливает ограничений для членства в своей большой семье. Важно помнить, что Орден основан по принципу соединения монашеского и мирского. И хотя принципы и ценности католической церкви глубоко почитаются членами Ордена, в своей деятельности мы не оказываем абсолютно никакого различия по религиозному, расовому или социальному принципу. Также благородное происхождение уже не является необходимым условием для членства в Ордене. Самое главное — быть активным в реализации его цели и быть готовым посвятить этому всю жизнь. Для нас больные, страждущие, неимущие являются самыми важными людьми в мире. Им мы отдаем все внимание. Мальтийский Орден как государство без территории. У нас нет политических или экономических интересов. Наша единственная цель — быть рядом с нуждающимися. Непосредственная работа в Ордене, примеры других людей и совместная работа помогают найти внутреннюю силу. Ведь очень важно помогать другим и осуществлять это общими усилиями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok